Встреча с прекрасными музыкантами, звездами мировой сцены. Дорогие телезрители, здравствуйте! Сегодня мы вновь находимся в Новосибирском музыкальном театре. И после определенной паузы это очень радостно. И сегодня о творчестве, о ярких моментах, которые дарит профессия. И о личном говорим с прекрасной и неповторимой Елизаветой Дорофеевой. Елизавета, здравствуйте! Здравствуйте, как приятно, спасибо большое! А так и есть, все правда! Елизавета Дорофеева, солистка Новосибирского музыкального театра. Окончила Новосибирское театральное училище Новосибирский государственный театральный институт. В Новосибирском музыкальном театре работает более 20 лет. В творческом багаже актрисы более 30 ведущих ролей. Диапазон творческих работ от ерико-драматических героинь до характерных персонажей. Дипломант российского национального театрального фестиваля «Золотая маска». Лауреат театральной премии «Парадис». Лауреат премии «Верность призванию». Обладатель государственной премии за значительный вклад в развитие культуры Новосибирской области. Не представляет своей жизни без театра, а поклонники не представляют спектаклей без участия любимой актрисы. Сцена для артиста – все. Вы в каком возрасте решили связать свою жизнь именно с театральным миром, с этой профессией? Вы знаете, мне кажется, у меня это все было уже предопределено. Мои родители – музыканты. Мама работала всю жизнь музыкальным руководителем в детском саду. Папа работал директором цирка на сцене Новосибирского. Потом, когда мы переехали в поселок Кольцово, где, собственно говоря, большинство времени я прожила директором клуба. То есть, как сами понимаете, я была всегда в творчестве. Это они на моем первом спектакле в этом театре «Золушка» – моя премьера. Конечно, всегда, когда были дома друзья, это музыка. Папа с мамой играют на музыкальных инструментах, и не на одном. Поэтому я всегда знала, что моя профессия, она будет связана с искусством. И семья вас поддержала. И семья меня поддержала, да. Вы с детства были яркой, выделялись среди ровесников, выступали. Я выступала всегда, и со своей подругой мы устраивали всякие представления. Тоже вот у меня есть фотографии, тут какие-то цыганки. Потом тут же мы переодевались, и вот мы уже какие-то тут… Аленушки. Аленушки, да. Да, когда мы учились в школе, мы устраивали различные какие-то телепрограммы. Тогда, я помню, был моден очень муссобосс. Вот у нас был свой муссобосс, был взгляд, у нас был свой взгляд. Каждый месяц мы поздравляли одноклассников, у кого день рождения, устраивали какие-то музыкальные концепты, программы. В общем, я всегда была в творчестве, всегда. Учеба, затем начало карьеры. Каким был прием в театре? У вас сразу тепло, эта атмосфера приняла, коллектив или… Ой, вы знаете, да, меня вот я прям благодарна всем, что меня так приняли. У нас, в принципе, дружный коллектив. И сейчас, и был тогда. Все-таки я… Когда вы в образе, важна ли, если да, то насколько, симпатия к партнеру, какая-то, быть может, сильная эмоция или все можно сыграть? Нет, конечно, это очень важно, симпатия. Ну, не всегда она, конечно, есть. Мы же все люди, да, и все относимся к друг другу по-разному. Но мне повезло. У меня симпатия ко всем моим партнерам, я их обожаю. И мне со всеми комфортно, надеюсь, что и им со мной тоже очень комфортно. Прекрасный ответ, да. Сегодня вы востребованная артистка, любимая поклонниками, обладатель профессиональных наград. И почитатели вашего таланта даже организовали фан-клуб. Есть такая информация. Ну, да, у меня есть поклонники, но, я так понимаю, он такой негласный мой фан-клуб, но есть поклонники, конечно. Из богатой палитры, исполненных вами ролей, образов, какие наиболее близки вот именно вам по духу, по характеру, какая вы в жизни? Ой, вы знаете, потому что внешность роковая, страсти, эмоции. И роли любят такие же. Понимаю, там характер, там есть полотно богатое. Да, да, роли люблю, конечно, такие же, драматические более роли, потому что я, честно говоря, когда поступала, я хотела поступать на драматическое деление. Но так получилось, что когда мы с мамочкой пришли поступать на драматическое деление, уже набор закончился, и оставалось два дня подачи документов на актера музыкального театра. Тут, конечно, радости моей не было предела, потому что я об этом даже не мечтала, чтобы еще и петь на сцене, боже мой, это было счастье. И, честно говоря, я с легкостью за два дня выучила программу, с легкостью поступила. И, возвращаясь к образам, то есть все-таки больше драма, характер. У коня никого не было, кроме меня, даже в самой любой беде, лучший друг был со мной везде. Были мы с конем большие друзья, и никак было мне умирать нельзя, и никак было мне умирать нельзя. В одном из интервью вы признавались, что также одним из ярких опытов перевоплощения и работы на сцене был образ графа. Ой, да. Как так получилось, что в спектакле «Жених по фигуров» вы обошли своих партнеров, мужчин по сцене. Да, делала всех. И образ, роль досталась вам. Это, на самом деле, очень интересная история. Есть фотография, да, по-моему? Да, я покажу. Вот Леонид Санычка Винихидзе, это режиссер этого спектакля. Его могут все знать по... Он режиссер детского фильма «Мэри Коппин. До свидания». Так вот, чтобы понять. Это какая-то репетиция. Я тут прибежала в роли принцессы, видимо, в «Антракте», посмотреть, что делается на репетиции. Ну, вот от принцессы до графа. Да, да, да. Такая ситуация сложилась. Все роли уже были распределены. Ну, я, собственно, тогда в хоре еще была. И два наших солиста, которые были назначены на роль графа, ну, каждый по определенным причинам из театра уволились. Роль героя-любовника осталась пустой. И вот мне, значит... Удивительно. Звонят, да. Лиза тебя, значит, вызывает Леонид Александрович. Это так сказать. Говорит. Лиза, ты знаешь, а вот когда я предложил Олегу Табакову женскую роль, он мне не отказал. И вот так на меня смотрит. Я улыбнулась, говорю, Леонид Александрович, ну, неужели вы думаете, я вам откажу? А что случилось? Он говорит, Лиза, ты должна сыграть героя-любовника. Будешь сыграть графа Аль-Маливу. Ты согласна? Интересное предложение. Интересное предложение. Я так сначала подрастерялась, но мы были уже знакомы хорошо по одной работе, по мышеловке. Я говорю, Леонид Александрович, я вам доверяю, конечно. Я согласна, и мы с ним сели, мы с ним все обговорили, как это будет выглядеть. Мы всю эту концепцию обговорили, и с удовольствием я работала в этом спектакле. Была одна, в спектакле взял золотые маски, поэтому я думаю, у меня все получилось. Сначала как-то искали мужскую походку, я помню, мы с ним вдвоем оставались. Он мне как-то что-то показывал, как надо сидеть, как надо ходить. Я была очень такая маленькая, хрупкая. Как и сейчас. Спасибо. У меня, видимо, не очень хорошо получалось. Он тогда сказал, Лиза, все, мы все меняем, мы не будем ничего придумывать. Ты будешь выходить с женщиной, и мы просто будем после овертюры надевать на тебя детали мужского костюма. Театр в театре. Так и сделали, на этом остановились, и так все получилось. Сейчас у нас время небольшого блица. Это подборка из пяти коротких вопросов. Отвечать на них нужно коротко и быстро. Предлагаю попробовать. Наряжаться для себя или для кого-то? Для себя. Женская дружба существует? Да. Верите ли вы в любовь? Да. Какая фраза способна поднять вам настроение? Все будет хорошо. И, наконец, завтрак или зарядка? Завтрак. Честно и от души. Ну, с такой фигурой можно. Спасибо большое. Мы продолжаем. Вот, кстати, про питание, про физическую форму. Какие у вас есть секреты в этом? Никаких. Никаких. Я очень не спортивный человек. Ну, видите, дело в том, что физической нагрузки хватает в театре. Правда. Когда с утра ты репетицию полную отпрыгал, вечером ты спектакль отыграл, ты пришел домой, уже все, уже никакой зарядки, ничего. Конечно, ну, мы же с вами честно говорим, можно было бы найти время, конечно, и в зал сходить, там что-то поделать. Но иногда просто перед каким-то серьезным спектаклем хочется отдохнуть и настроиться, и, честно говоря, не до зала. Иногда лень, просто. Шаг по-человечески. Да. Все, наверное, как бы. Все мы через это проходим время от времени. Я это правда верю. Единственное, конечно, я стараюсь, допустим, там, ну, не ужинать уже, там, в 11-12 часов ночи как-то стараюсь, ну, поужинать перед спектаклем, ну, прийти после спектакля, ну, что-то перекусить, там, какое-то яблоко, фруктину какую-нибудь. Это, опять же, я стараюсь. Я стараюсь, но не всегда это получается. Здорово. Много ли у вас друзей? Много друзей. Очень близких и таких душевных, как у всех, наверное, не очень, а так я очень общительный, человек открытый, и, конечно, у меня хватает друзей. Какие качества цените в людях? Верность, прежде всего, в дружбе, в профессии, просто в каких-то человеческих отношениях, честность. Также в профессии, также в дружбе, в отношениях с людьми. Я очень люблю людей с юмором, таким здоровым юмором. Люблю открытых людей. Какие поступки со стороны мужчин могут быть встречены восторгом с вашей стороны? Щедрость, та же верность. Это тоже, наверное, отчасти поступок. Внимание. Как вы любите проводить свободное время? Я, опять же, читала и слышала, а теперь уже и вижу, что действительно вышивка – это ваше хобби или одно из? Это мое хобби. Давайте покажем. Это одна из моих первых работ. Это Боровиковский портрет. Тут прям микрокрест. 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 Я вышивала его довольно долго. И поскольку опыта еще никакого не было, но я считаю, что для второй работы… Да вы что? Это моя вторая работа, так скажем. Вторая работа. Для второй работы… Просто потрясающе. Да. Я очень люблю эту свою работу. Но у меня их вообще много, но я все дарю. Я вышиваю – дарю. Иконы вышиваю – дарю. Делаю какие-то там подушечки друзьям. Дарю вышиваю – подарю. Поэтому дома у меня вот своих работ одна, ну и, пожалуй, еще первая работа. А еще здесь рядом со мной сидит какое-то прям чудо-чудное. Сейчас я жду историю, наверняка она тоже будет очень интересной. Это… Кто это? Это подарок, который мне сделал мой любимый, мой дорогой, уже теперь даже друг, могу его, правда, назвать своим другом. Режиссер наш. Да. Гали Абайдулов, которого знают все. Конечно, конечно. Которого любит наш театр, вся наша труппа. И вот на день рождения он мне подарил вот такого галчонка, ее вот туда, вот, в крупную камеру. Он даже на него похож. Вот такой. Это глина, очень хрупкий. Я очень люблю. А еще видим какой-то замечательный сувенир, награды. Рассказывайте. Да, это сувенир. Чем дороги сердцу эти предметы? Мне привезли, я не помню откуда. Мне сказали, что это приносит счастье, удачу. Квакай. И вот мы как будто на природе. Да. Так что, если привлечь удачу, можете попробовать. Обязательно. Прикоснусь. И награды. Это мои награды. Ну вот, это из последних. Это парадис. Мой третий парадис за роль Эмилии Мартиев в спектакле «Средством Акрополуса». Очень дорожу этим подарком. Награда, которую я получила в прошлом году. Лауреат государственной премии Новосибирской области. Я очень горжусь этой наградой. И еще раз благодарю за то, что мой труд был так оценен. Спасибо большое. Это в 2017 году. Есть такой конкурс «Золотая книга культуры Новосибирской области». И мое имя написано, чем я тоже очень горжусь. И номинация «Верность кризуанию». Вот. Вы красавица. И портрет есть, который передает вашу красоту и яркость. Рассказывайте, кто автор? Этот портрет мне подарили. Назвать поклонниками язык не повернется. Мои друзья. Просто уже близкие люди. Виктория и Виктор Городецкие. Вот Виктор пишет такие портреты. Он у меня не один. У меня их очень много. Ну, один взяла. Этот мне очень нравится. Один из моих любимых портретов. Я им очень благодарна. Они дарят мне такие замечательные подарки. И вообще хочу сказать всем своим поклонникам огромное спасибо. Не хочу никого обидеть, поэтому перечислять не буду. Но благодарна каждому. Вижу здесь еще сегодня уникальные снимки из детства. Фото. Пожалуйста, прокомментируйте. Сколько вам здесь лет? Помните ли, когда было сделано это фото? Вот эту фотографию я не помню. Сколько мне здесь было лет? Честно говорю, я не помню. Но определенно тут какое-то выступление и кураж. Я, видимо, читаю какой-то стих, что-то я забыла, видимо, застеснялась и пошел в ход подолг. Да, я пошел в ход подолг. Ну, я думаю, здесь, ну, 4, наверное, 3-4 годика в детском садике. Все верно, важно, чтобы был хороший наряд. Он поможет. Это в детском садике, поскольку я уже говорила, моя мама была музыкальным руководителем, и она меня всегда привлекала в какие-то показывательные. Утренники, да. И вот это я тут какая-то таджичка. Вокруг меня танцуют мальчишки. Какой-то мы тут танец исполняем. Артистка. Артистка, да. Вот так все начиналось, а вот так продолжилось. Продолжилось. Это моя первая роль в театре Стаси. Вот Леша Милосердов, который сейчас работает в Омском театре. Вот, кстати, он был один из графов Альмавива. Это я вот с Ольгой Васильевной Титковой. Это роль Лоты. Это к тому, что какие мои любимые роли. Маленьких ролей не бывает. Здесь буквально 3-4 слова, но очень яркая роль, очень такая насыщенная. Очень люблю эту фотографию. Обожаю свою профессию. Моя профессия совпадает с моим хобби. Счастливый человек? Это же это важно. Да, я счастливый человек. Спасибо вам большое за интересную беседу. Я вам желаю удачи, новых ярких ролей. Что вы сегодня хотите пожелать нашим телезрителям? Прежде всего, здоровье. Не унывать. Надеяться на лучшее терпение, оптимизма. И, конечно, любви. Потому что без любви ничего не бывает, ничего не получается. Любовь правит миром. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...